Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Ну, сказать честно, конечно, было три назад, тем более 13 лет назад, я никогда бы не подумала, что вы представляете меломане и представляете свою книгу, казалось бы, невероятную. И книгу я никогда не думала, конечно, в жизни писать. Мы же в жизни планируем что-то, да, вместе о чем-то мечтаем. И вроде вначале мы идем тем путем, которым мы хотели, да. Я закончила школу, закончила МГУ, начала диссертацию, приехала в Астану работать. И, ну, казалось, мы там развиваем страну, построим новую, процветающую страну. И родители мои тоже думали, ну, ребенок вырос, все хорошо, Бог успокоится. И это мы никогда не знаем, когда начнутся реальные испытания. И все как бы обрушилось в один день. И когда живешь там, это очень трудно, это слезы, это очень трудно. И это сказывается не только на тебе, но и на твоих родителях, но и на дочке, которая была подростком. И каждый день мы делаем какие-то вещи, но мы ценим вещи не те, которые оценишь потом, в трудной ситуации. В трудной ситуации начинаются совсем мелочи и совсем, оказывается, такие в обычной жизни незаметные. Любую улыбку, любую поддержку, любое слово. Одно слово поддерживает. Вот, кто бы не подумал, да, девочка отличница. Закончится тюрьмой, лагерем, суткой и таким образом. Ну, все прошло, слава Богу. И теперь, ну, книга бы на самом деле не появилась, если бы не наш хороший друг, который работал в Европейской комиссии ООН в Европе. Он статистик Петри Байер, который видел, как мы работаем, как мы реально пашем агентство по статистике, пытаемся сделать статистику честной, хорошей и правильной в смысле. Но потом он знал, как мы живем с дочкой в Москве, когда нам пришлось выехать. Навещал меня в тюрьме, в лагере. И он сказал, после моего освобождения, в восемнадцатом году, он сказал, ты должна написать книгу. Я сказала, нет, я никогда не буду писать, потому что написать книгу, это заново надо все пережить. Но, поскольку он настаивал, в итоге я села и за три месяца написала. Это было воспоминание было. Но, знаете, было трудно писать, потому что начинаешь писать, начинаешь плакать. Я думала, я никогда не прочитаю свои книги заново, потому что это просто невозможно быть. Но, оказывается, действительно, эта поговорка, что время вечно, она работает. Прошло время. И в восемнадцатом году написанная книга была прочитана только друзьями. И я даже не думала, что когда-то я буду ее издавать. Но после января, почему я решила после января, потому что, знаете, вот это такая встряска была, да. В девятом году встряска была в моей жизни, в моей семье. Ну вот в январе 22-го года такая встряска для всей страны была. И так реально было жалко людей, которые погибли, которые ходили по улицам за демократию, за изменения в стране. И я подумала, они же ходили и ничего не требовали, собственно говоря. Я думала, надо написать что-то, чтобы люди знали, что нужно требовать, за что нужно бороться в стране. Я думаю, я допишу главу последнюю и напишу с моей точки зрения, с моего опыта, какие реформы нужны в стране. И, на самом деле, книгу-то я издать хотела, она получилась как детектив. Все, кто прочитал, говорят, это как будто детектив. Читается легко, потому что я пишу коротко. Но когда я задумалась издавать ее и перевести на казахский язык обязательно, потому что по стране чекает и думает на казахский, я издала ее именно ради эпилога, ради последней части, где написано про реформы. Потому что я думала, что, вы знаете, когда я писала вот этот эпилог, это тоже было очень быстро. У нас же движение в Казахстане есть, а когда я писала про реформы последних 20 страниц, у меня как будто девизом было «Ихтахлама Казахстан», «Ихтахлама Казахстан», потому что я чувствовала по окружению, чувствовала по СМИ, что так будто народ напруган. Все живут надеждами, хотят, чтобы в стране было лучше, у семьи своей было лучше. И тут такая вот, почти война, вот эта приваль. Потом погибшие люди, арестованные люди. И люди жили в страхе. Это вот прям реально я чувствовала, прям уже, что люди живут в страхе. И мне хотелось что-то сделать. Я уже как бы понимала, что жена Казахстана хорошо, но это все равно риск. И стать такой книгой – это риск для нашей страны. Но я подумала, что все равно я это сделаю. Я должна что-то внести в развитие Казахстана. И именно вот этой главой, чтобы люди знали, какие реформы нужны, и что нужно как бы идти дальше, нужно развиваться. Я думаю, что как бы что-то хотя бы я должна сделать. Я дописала последнюю главу и отдала друзьям еще раз на прочитку. И сказали, надо ли как бы заработать редакционно. У меня есть тоже друг Сергей Кладов, он живет в Чехии, он писатель, историк. И я сказала, Сережа, давай, надо ее отредактировать, что, короче, мои рукописи стали нормальной книгой. Он ее взял в работу и думал, что он ее отредактирует как положено, как книгу. Но когда он ее прочитал, он сказал, что, ну, знаешь, ее невозможно сделать по классическим канонам, потому что ты не писатель, и она написана не как правильная книга, но зато она написана от сердца. Поэтому давай оставим так, и он помог мне там структуру поставить и название глав сделать такую. И потом еще была пара депутатов, которые мне корректуру делали, поправили там-сям. И мы в итоге сделали книгу. Потом стал вопрос перевода. Тоже долго думали, кто переводчик. Я хотела, чтобы переводчик был, знаете, который что-то пережил в своей жизни. И чтобы он не просто перевел текст, а как бы от своего имени. Потому что книга написана от моего имени. И я думала, должен быть переводчик, который говорит от своего имени, только на казахском языке. И я вот пригласила Ашнарку и хороший переводчик прямо домой специально, чтобы поговорить, объяснить, кто я такая. Потому что мы были знакомы по другой работе. Она редактировала нашу медодичку по детям особенным. Год назад до этого. И мы с ней поговорили. И действительно выяснилось, что человек тоже со своей судьбой. И она когда прочитала, она сказала, мне какое-то время нужно, чтобы прочитать и перевести. Достаточно длинное. Но когда она ее прочитала... Она сама скажет, наверное, сейчас. Сделан был быстрый перевод, но очень хороший. Все, кто прочитал на казахском, говорят, что действительно написано как первого лица. Вот. Потом за что дело о издательстве. Это издательство «Совес Пресс». И так я выбирала издательство, потому что я же новая в этой серии. Я просто пришла в «Меломан», посмотрела все книги, которые мне понравились, хорошего качества. Нашла телефон, позвонила и сказала, вот моя книжка. Я тоже думала, возьмутся, не возьмутся. Такую книгу издаваться. Но они тоже прочитали и взяли ее издательство. Потом стала фотография. Я не люблю фотографироваться. И, значит, у меня есть друг хороший, Виктор. Который согласился экспериментировать с моей недружелюбным отношением с фотоаппаратом. И снимали мы несколько раз. И тут же мы выбрали фото на обложку. Не то, которое вообще планировалось на обложку. Вот у него хватило на это терпение. Так, по переводе сказала. Так, про всех роде сказала. Соавтор моей книги. Почему книга еще получилась, как бы, такая человечная? Не только потому, что там описана моя жизнь, да, коротко. Описана рекордная страна. Но большую часть занимает судьбы людей. Не только моей. Потому что, знаете, судьба каждого человека, которого не встречалась на этом пути. И в лагере, и в тюрьме, и в правительстве в том числе. Это вот через судьбы этих людей можно увидеть судьбу нашей страны. Но почему книга легко читается изрубежными? Моими друзьями. Потому что они говорят, книга все-таки про человечность. Про людей, про человечность. Поэтому интересно. Вот. И в каждой главе есть части, которые написала моя дочка, которой было 14 лет. Но потом она резко выросла. И части, написанные ей, они выделяются от моих. Потому что у каждого свой стиль, да? Доча выросла. У нее мечта реализовалась. С ее усилиями. Она дизайнер. И сейчас она, наверное, сама скажет. Здравствуйте. Хе-хе-хе-хе-хе. Но я хотела на самом деле сказать про маму. Это на самом деле удивительная вещь, которая меня в ней всегда поражала. Это ее определенные черты характера. А в случае написания книги, это ее собранность, выстреленность и способность работать очень быстро. А когда наша очень близкая знакомая, близкий для нас человек, сказала, вот мы все думаем, мечтаем о том, чтобы написать книгу, думаем, думаем и ничего не делаем. А вот моя мама взяла и написала. Очень поражалась этому делу наша близкая знакомая. Вот. И в конечном итоге очень важный урок, который я вынесла из всех наших переживаний, событий, которые из них происходили, очень тяжелых событий. Это другая черта маминого характера, которую я постаралась тоже у нее принять. Это такой очень светлый взгляд на мир. И мне кажется, вот этот светлый взгляд, он помогает пережить вообще любую ситуацию, когда происходит в жизни. Ну, если это, конечно, не конец жизни. Вот. А чтобы не происходило, вот этот вот светлый взгляд на мир, мироощущение именно доброе и с надеждой на то, что люди в мире находятся для того, чтобы говорить добро и двигаться вперед, двигаться к развитию. И вот это мироощущение помогает пройти через любые невзгоды. И что бы ни происходило, когда у тебя есть такое мироощущение, ты из любой ситуации для себя забираешь что-то самое полезное и учишься на том, что с тобой происходит. Вот. И те события, которые с нами произошли, на мне отложили очень большой отпечаток, но этот отпечаток оказался не негативным, а наоборот позитивным. Потому что я стала менее избалованной, потому что меня очень сильно любили в семье, очень сильно баловали. Я стала менее избалованной, более стрессоустойчивой и стала тоже, как мама, очень работоспособной. И самое главное, с светлым воскресением мира. Вот это я тоже постаралась у нее перенять. Естественным образом это не воспитание, а просто постоянный личный пример каждый день. ДОС Park, пожалел. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Суд проходил в Астане в течение двух с половиной месяцев. Практически я присутствовал во всех судебных заседаниях, где были ключевые моменты, где были свидетели, где были оценки давать. Хочу просто остановиться на нескольких моментах, как наша система построена. Судья сидела как будто отрешенная. Если следим же, обычно так, судья ведет, задает вопросы, выясняет, что-то делает. Она как будто и ведет. В основном суд вела адвоката. Она задает вопрос, не в периодических прокурорах. Суд так проходил в таком режиме. Кто прочел книгу, там описано, что в Италии двух замок, когда их приглашали, на суде меня не было, но я был на суде когда-то жанра, который выиграл Фендер. Основной, большинство акций он получил. Его привели в зал суда, в наручниках. Ну, естественно, он говорит. Меня пытали, это его дословно слова, книга тоже написана. Пытали, чтобы он дал показания против Ишибаева и против премьер-министра. Тогда премьер-министром был Карим Васильев. Это я точно могу сказать твердо. Ну, естественно, дали определенный срок. Вот когда последнее заседание было сюда, ну и все, и внучка приехала, и все родственники. Журналистов много было. На каждом заседании сколько журналистов было. А на последнем, по-моему, практически, кто присутствовал на заседании, все были на суде. Судья засчитала приговор с Эмилет и быстро бежала. Быстро бежала зала. Журналисты окружили адвоката. Они были удивлены, почему такое решение. Мы ожидали, ну, не столько ожидали, а ожидали, что-то оправдали и от вас вводят. Я думаю, в таком же мнении были журналисты. Ну, она разводит органы, говорит, вопрос судье. Оказывается, уже все было до суда решено. Такое наказание, что от нее не освободят. Потому что в 10-м году нас убили двух ее замов. Если, допустим, ее оправдали бы, значит, и этих надо оправдать правильно. У нас судебный процесс такой. И обычно, когда арестовывают, всегда говорят, вот взятку сколько дал, где-то там недвижимость, зарубежные счета, ну, такого ничего не было. Никто никому ничего не давал. Ущерба не было. Статистика... Комитет по статистикам тогда официально дали спрашивать, что задания в окно, где ущерба нет. Но тем не менее, вот у нас... Она жила... Мы здесь квартира, мы брали на ипотеку практически все эти 10 лет, пока она была за рубежом, пока отбывала свод, ипотеку платил я. И... Тоже вынесли решение, допустим, у нас дети же имеют долю на нашей квартире. У нас припал на этой квартире, у нас дочь и сын долю, одну четвертую тоже изъяли. Это суд первой инстанции, а пересунусь, судья Кисек отменила вот это решение, что именно эту часть остальную составила, но тем не менее, тем не менее, судебный исполнитель, который прокурат поддержал, я был вынужден покупать эту одну четвертую долю. Вот так и мы проходили весь этот процесс. Знаете, к сожалению, моя дочь единственная, от которой, знаете, я считаю, осудили их незаконно, никаких доказательств нет. Ну, книга, то есть, если портится на повинение, что они завысили, она в книгах пишет, кто не прочитал, что цену оценили и все. А как это сделали? Тогда у них была стоимость, их утверждает и экспорты Министерства экономики. Они утвердили стоимость одного банка 15 тенге. Это не просто, что сделали. Маленький ОВС, издатель, не издатель, а в типографии. У них взяли, сколько такая стоимость, но они, понятно, как взяли, 3 тенге. Это вообще смешно, такого вообще нету. Даже вот этот фирменный баланс, как он написал, пишет, сколько не стоит. Вот так и нарисовали. А то, что вот одноличие деньги – это вот та фирма, которая выиграл тендер, они, по сути, рядом с фирмой Санкт-Петербург-Санкт-Полет играли, и это уже их проблемы. У них проблемы, правильно, а эти уже не могут влиять на эти. Вот так это вот получается. Вот, к сожалению, уже это, знаете, столько человек не видно. Я хочу сказать, кого я точно знаю, вот эти дела, которые мы следили. Вот Курикеев, знаете, когда он был министр Мирослав Курикеев, его тоже вот осудили, я считаю, незаконно. И Мухтар Жакишин. Его судьбу я все время читаю. Он закончил Московский Мехин, Казатомпром командовал во второе время. Голодное предприятие, Казатомпром, Усферногорска находится. Ульбинский кондукс завод. Завод начал просветать. Они заключили договор с Японией. Должны были уже, знаете, уже продукцию выпускать. Не сырье, которое они сейчас выпускают. Ну, кому-то это было не выгодно. Это общее мнение, это не мое. Пишут же, допустим. Влияние здесь России. И очень хорошая группа Сибири. Он тоже, сколько, 20 лет отсидел. Далее 15 лет. Вот таких вот людей очень жалко. К сожалению. К сожалению, вот эти вот наши правосудебные системы, Ну, все вместе. Прокуратура, все дело. Ну, отдельно стоите. И это, на мой взгляд, сказали, что я знаю. Дело человека. Правильно? Это вообще смешно, вот такое решение. Вот такие дела растворятся. Вот что я хотел сказать. Ну, спасибо. Видите, когда мужчинам даешь слово, да? Тут все. Ой, спасибо, что пришли. Вы же сказали, что очень нет. Вы встали. А Сашенька? Сашенька говорит. Так. Когда мужчины, короче, берут микрофоны, это обязательно политика. Хорошо, что мы ушли уже в мировую. Спасибо. Вот подошел редактор, который администратор, корректор, Анна Лазаревна. Сашенька говорит, давайте скажите что-нибудь. Вы читали книгу. Я занималась с дочерью Анной Лазаревной, и она два года не знала, кто я. А потом, когда я принесла ей корректировать книжку, она сказала, да? Это вы. Спасибо, что пришла. Здравствуйте. 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 Ну, это книга совершенно, я ее прочитала очень быстро, потому что было довольно интересно, прямо настоящая детективная история. женщина. Ну, а я на самом деле не знала, кто она, и чем она занималась, и потом я сильно удивилась. Вот, думаю, совершенно другой человек. В нашем понятии чиновники – это, ну, что-то такое отстой, сплошной. А тот человек – настоящий человек. Настоящая женщина. Она сейчас, она старается всем помогать. Вот, мне ее судьба, собственно говоря, вот эта вот тюрьма, она ее совершенно не ожесточила. Вот. И я вижу, как к ней, ну, на примере своей дочки я вижу, как к ней дети тянутся. Ага. И поэтому я считаю, что совершенно несправедливо с ней поступили. Вот. Такого в обществе не должно быть. Ну, я не знаю, мы дойдем когда-нибудь до этого и не дойдем, что все будет именно так, как мы хотим. И хотя бы по какой-то справедливости. Вот. Ну, может быть, все-таки доживем до этих вот. А книга, ну, просто вот, книга замечательная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Миломанья участвовала. Я, как это, думала, презентация, Миломанья. Я вообще представила, что Миломанья презентация. Но, люди предоставили, все предоставили, все обеспечивали. Спасибо большое Наталье и руководству Миломана. Обязательно сказать надо. В хорошем магазине. Погласно работать. Приходите покупать. И за что-то здесь они купили. И, знаете, вам спасибо еще большое. Всем пришли. Потому что сейчас, знаете, я на вас смотрю и как бы понимаю, насколько разные, разные поколения. Спасибо, что привели внучек. АПЛОДИСМЕНТЫ И здесь люди, знаете, из всех частей моей жизни. Те, кто знает меня с рождения. Есть родственники, которые видели весь мой путь, да. Есть, кто работает в новой службе. У меня знают в новой службе. Есть, кто работает со мной в новой сфере. После освобождения мы организовывали проект «Мир добрал. Дружные соседи». Я как раз работала в крупной компании. Используя этот двор, я хотела эту идею всю реализовать, что люди должны друг другу помогать, хотя бы живя в одном дворе, в одном комплексе. И мы организовывали это в АСАЛТАУ. И вот пришли люди с АСАЛТАУ. Они, по-моему, тоже не знали, да, в прошлой жизни. Добрый вечер, все, кто пришли на презентацию книги нашей АНР. Она сказала, что работала в системе био-группе, мы пригласили как аналитика, а мы жители этого комплекса. И в какой-то момент я переехала с АСАЛТАУ. Получается, мы земляки. Наверное, мы не случайно троимся друг другу. И познакомились на очередном нашем чайпите там. Ну все, она аналитик, био-групп, ну и все, и больше никто ничего. Может, кто-то знал лично, я вообще ничего не знала. Какое прошлое, какое что. Но ее внимание именно кожаным людям. Даже просто так, когда приходят со службы БИА к нам, да, кто-то просто так, кто-то, она обязательно со своими пирогами, тортами, которые сама печет, приходит, угощает нас, что-то интересное расскажет и дальше. Потом мы не только в этом нашем клубе начали встречаться, где-то случайно, даже на улице, ну, придите, вам чай попейте. Все равно. Потом уже, когда она от нас ушла, я туда уже переехала. Потом я узнала вот о биографии и судьбу Анна. Я была в шоке. И мне говорят, ты что, ты не знала, по телевизору это показывали, там заседание суда, но она... Я начала все это пересматривать уже в Ютюбе. Увидела вот папу, по телевизору там дочь. Где-то я думаю, боже мой, какая судьба. И после этого человек не сломлен. И вот буквально недавно она пишет, Римка Ребековна, так-то, так-то. Вы, наверное, по-прежнему там заседаетесь в своем клубе, встречаетесь с пенсионерами. Вот у меня вышла книга. Я хотела бы с вами встретиться. Я быстрее все это там в телеграмме, везде все это смотреть. Мы как раз уезжаем в санаторий. Там она пишет, как я рада за тебя. И вообще думаю, ну дай Бог нам побольше таких людей, которые помогают, где бы они ни были. Вот на какой бы службе они работали, всегда помогает. Человечный. И вот лагерь, тюрьма, я не знаю, не дай Бог ее узнать, наверное, отличается, чем лагерь от тюрьмы. Почему ты это деляешь? Да. И там не сломиться. И всегда оставаться такой душевной, женственной, воспитать такую дочь. И вот родители что-то пережили? Нара, обжел. Дальше вот, что бы ты ни делал, пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо большое. Ну да, вы знаете, особенно когда я пришла работать, сменила профессию, и пришла работать с особыми, я никому не говорила, кто я, но кто-то узнавался, смотрит же, да? Я не хотела говорить, потому что я думала, будет другое отношение, да? То ли ты экономист статистик, то ли ты человек, который уже не в психологии занимается, то есть как бы небо и земля. У меня недавно интервью брали и сказали, это невозможно. Как это возможно? А я думала, что всегда, потому что я хотела быть психологом, когда я заканчивала 8 класс, но папа сказал, в Советском Союзе психологи работают горниками. Не надо быть психологом, будешь экологистом. И послушав папу, вот. Ну, как бы, судьба все равно, да, приводит туда, куда сердце лежит. И поэтому, думаю, нашему обществу, вообще всему обществу, миру и нашей стране нужна человечность, нужны психологи. И в тех местах, где я была, очень не хватает хороших психологов. Потому что, знаете, кто читал книжку и кто прочитает, человеческая душа, она, как бы, главная ценность. У меня на казахском интервью брали тоже сюда в парк. Я первая жизнь давала на казахском интервью. Оно уже не сильно классно получилось. Но я хотела дать на казахском, потому что книга на казахском языке есть. И он у меня спрашивает, какой урок вы извлекли самый главный из этого? Я говорю, ара, да, мансда. Значит, каждый человек важен. Он мне говорит, нет, вы не поняли вопрос. Вы же трудности испытали там, ну, что-то вот такое. Я говорю, это вы люди не поняли? Я говорю, вот это главный урок, который я изъекла, что каждый человек важен. Где бы он ни был, да? И вот, мне кажется, сейчас психологи в нашей стране больше всех нужны. Ни коммунисты, ни политики, а именно психологи и люди, которые несут добро. И люди, которые, знаете, мне кажется, чего не хватает нашему руководству, сама там работа, да, человечности не хватает. Если по не каждому постановлению, каждому указу подходили тогда, что это для людей. Это для конкретно вот этой бабушки, для конкретного ребенка, для конкретного ребенка с инвалидностью, да? Тогда бы вот все было бы более человечное. Все постановления, все указы, все бы изменилось. Поэтому я почему бы эту книжку эту издавала? Именно из-за человечности. Я говорила, пускай побольше людей прочитают, в электронном виде поместили. Я уже бесплатно все разговаривала. Говорю, главное читайте. Я потому что хотела, чтобы человеческие души поменялись. Куда-то сдвинулись в более добрую сторону, в более человечную. Потому что я так и считаю, что, как в одном интервью сказали, что процветающую страну нельзя построить силы, только разрушить. И я вот считаю только добротой, да? Если будем думать о людях, в том числе солдат посылая на войну. В том числе, как бы, ну что-то, все, все, что выходит из мира. Не подписывать, запрещать, не ставить. Это должно быть забота о человеке. Поэтому спасибо всем большое, что пришли. Если кто-то хочет что-то сказать, потому что здесь разные люди из разных сверх. Хочу сказать вам, что мы с вами знакомы мало в личном интервете. Но с этой историей я знакома с момента того, как все разворачивалось. это организация «Балашар», куда пришла супруга одного из ваших заместителей с помощью для общественной поддержки. И я один из тех людей, который прочитал несколько томов этого дела. У меня было дикое недоумение. Ну, нет ни одной зацепки, нет ни одного факта, чтобы было кому-то что-то пределить. Вот. И вся эта история была со мной на протяжении очень многих лет. я задавалась вопросом, как это может происходить, чтобы не было ни фактов, ни поводов, но это происходило. Вот. я тоже работаю в этой системе. Поэтому я очень рада, что вы написали эту книгу. Я вам очень благодарна за эту книгу. И самое главное за его название. Вот. Потому что это большая история, которая повлияла на судьбу очень многих людей. И на семью Анары, и на коллег, с которыми с вами работаю. Вот. И у этой истории, наверное, есть несколько сценариев. И здесь могло быть несколько книг. Я очень благодарна, на самом деле, за то это название, которое здесь есть. Для меня лично это очень ценно. Спасибо. Добрый вечер. Я, наверное, начну историю с далекого 2002 года, когда я 20 лет назад пришла на государственную службу, тоже как отличница учебы по программе президента. И была таким же романтиком, наверное, Анара как вы, верила в лучшее. И в 2002 году образовалось Министерство экономики и бюджетного планирования. Я была в этом первом составе. Анара в то время была заместитель директора Департамента регионального развития. Я очень хорошо помню этот департамент. Я работала в департаменте методологии бюджета, и мы часто делали вместе реформы. И Анара сидела на восьмом этаже, в углу, возле балкончика, в очень скромном кабинете. Причем она была зам директора. Кто-то даже вместе рядом сидел. Я это запомнила, потому что я была молодой девушкой, и мне было все интересно. Все люди интересные. Это были чиновники. Я на них восхищенными глазами смотрела. Анара очень сильно отличалась, потому что мои коллеги говорили, ты что, она же кандидат экономических наук, она же училась в Москве. Для нас это были эталоны. И тогда в министерстве были бессонные ночи, мы писали разные нормативные акты. Это на самом деле такая рутинная, очень сложная работа, которая занимает время, силы, энергию. Но я хочу сказать, что у вас всегда был вот этот свет в глазах, да? И вы несли все равно эту энергию, вы чувствовали, мы, молодежь, равнялись на вас. И, наверное, благодаря этому именно, ну, 15 лет на службу я смогла проработать, да? С этой верой, с этой надеждой. И я помню реформу в 2007 году. Мы делали тоже большую административную реформу. И мы сидели ночами. И вот Анара была один из тех председателей агентств. На самом деле, председатель агентства – это как министр. Это чиновник очень большой. Ну, крупный, да, в формации. И другие чиновники так не приходили. Они обычно отправляли заместителей. Анара всегда приходила лично. И она сидела с нами до ночи в кабинете, перебирала эти бумаги, вникала в цифры. И я запомнила вас такой трудолюбивый. И уже относительно недавно, в прошлом году, мы с вами смогли вместе поработать в проекте, когда мы помогали детям с особенностями в развитии. И это тоже была такая слаженная командная работа. Вы тоже проявили себя как активный член команды, потому что вы очень сопереживаете за судьбы этих детей, за то, чтобы были условия в Казахстане для их развития, чтобы эти дети становились полноценными членами общества. И я помню, я еще как-то задумалась и думаю, столько лет прошло, Анара прошла такие сложные, на самом деле, испытания, как, наверное, для женщины, разлука с ребенком, да. То есть вот как мама огромный стресс испытали, и за родителей переживали. И вот эта личная трагедия ваша, и вот это все, оно вас не сломило. Вы остались с этим светом в глазах. Поэтому, Анара, спасибо вам. Сохраняйте этот свет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И потом уже по происшествию, это было больше уже полгода, мы вместе как работали, мне кто-то сказал, ты знаешь, с кем ты работаешь? Они говорят, это же аналог, мы же вот так вместе, учет издаем, пишем вместе, двигаемся вместе. Вот, ну ты посмотри, я посмотри, ну я такой, ну боже мой, а я человека знаю совсем, ну вот, ну потому что для менеджеров, когда администры, это вот там, вау, за руку, потом руки-то одни не моешь, вот, и здесь, ну, человек, да, живой человек, я еще навык пыталась, по басону помечать. Ну, я себя знала, думаю, на, ну, хотя, ну, и мне нет. Вот, я поздравляю с выходом к книге, и вот я в свое время прочитала книгу, называется «Выбор», автор Эдит Егей, она психолог, и она в свое время пошла на свенцу, и вот она в своей книге писала, что для того, чтобы выжить в нечеловеческих условиях, нужно иметь внутренний стержень, для того, чтобы продолжать дальше, вот. И вас с этими внутренними стержнями я отближила вашу дочь, она сказала, как вера в добром, светлое, чистое душу. Ну, это спасибо родителям, и дедушкам, и бабушкам. Слава Богу, я когда была маленькой, у меня бабушка поддержка с двухсторонней, все про бабушку была. Вот, поэтому очень семейные ценности надо протекать. Еще есть онлайн-трансляции, и у вас есть молодежь, поэтому вы пытаетесь встретить. Хорошо, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Я выражаю, но учуство, у меня, на самом деле произошло, бедные дарят, у меня было высоко. На самом деле, в этом году она приоритет много, сразу бы была кружнаться, после того уже я полагаю, а не только у меня. Анар не себе, анар не делал, шампан, остался и самократный лейтен, На самом деле он не себе, сколько ты делаешь, и на самом деле ты неhas, но не до конца, а она высыпала в том же, как ты не знал. У этого мой книга, который не знает, Но они заодушны, они заодушны, заостры и заостры, и заостры. Когда мы читали это, в Connection Ульт, то есть это написание, что читает, как читает текст. Нет никаких слов. Прямо сценарий. Я не знаю, что я не знаю, но я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. В результате, они говорят, «Клиншилк» и говорят, что он «Клиншилк» и «Клиншилк» «Кли, разбор» «Кли, бухдарь». «Кли, бухдарь». Это проще. Ставим на это тем, что мы жизнеров. У нас очень серьезные позиции, которые я знаю, что мы знаем, что он становится. В этом году мы должны ждать свои замечания, На сегодняшнийación. Это на этой Watch be a Hurley. И здесь бухганов, Спасибо за просмотр! Мама, вижу, что хотят тебя президент. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ! Спасибо! Спасибо! ! Спасибо! ! 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